Иоанна, 20 глава, 1 стих, здесь мы читаем такие слова. 20 глава, 1 стих. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален на гробу. В первый день недели. Что это за первый день недели? Воскресенье, первый день недели. А еще что это за день? А еще что это за день? Смотрите, мы сегодня отмечаем какой день? Воскресенье или Пасха, да, мы говорим? А на самом деле Пасха, она была вчера. На самом деле Пасха была вчера. А воскресенье, это первый день после Пасхи. И первый день после Пасхи начинается... Вы не помните, с какого дня он начинается? Новый праздник какой-то начинается. Пасхи, 7 дней празднования Пасхи. И последнее, это вот седьмой день, когда полный покой. В субботу, я не знаю таких поминальных недель, это, наверное, по язычеству. В христианстве такого не было. Поминальных недель нет. Никто никого не поминает. Есть праздник, 7 дней Пасхи, он называется еще Опресноков. Опресноков, что это такое? Кушали только пресный хлеб с горькими травами. И они напоминали, не поминальную неделю, они напоминали, что они напоминали? Выход из Египта, из рабства, из проклятия. И они вкушали эти травы горькие, они напоминали им об этом. И затем, первый день после Пасхи, после Песоха. Песох, последний день Опресноков. И начинается праздник Жатвы. 50 дней, или Пятидесятница. И первый день, знаете, как он называется еще? Первый день праздника Жатвы. Праздник первых плодов. Вам о чем-то уже говорит это или нет? О чем? Что Иисус это первенец. Это новый плод. Это новое творение первое. Это воскресение. Это Он воскрес. А знаете, что до этого праздника первых плодов никто не имел права принимать никакой пищи от урожая. Только опресноки. Только горькие травы. И теперь, когда Христос воскресает, вы что, думаете, это случайно все? Это думаете, что просто так совпало? А может быть, это небом запланировано? Что в этот день первых плодов Христос первый воскресает из умерших. 1 Коринфянам 15 глава обо всем этом говорит. Он есть первенец, а мы вторые. И знаете, что интересно еще? Очень удивительно. Бытие 8 глава 4 стих. Там интересное место написано. Давайте откроем, прочитаем. Бытие 8 глава 4 стих. И остановился ковчег в седьмом месяце. В семнадцатый день месяца. На годах отратских. Смотрите. И остановился ковчег в седьмом месяце. Знаете, что это за месяц? Ниссан или апрель по-нашему. Ниссан или апрель по-нашему. В седьмой месяц. В семнадцатый день. А знаете, что это в семнадцатый день? Это праздник первых плодов. А вы знаете, что тогда еще не было закона? А уже в этот день ковчег остановился на горе не слышу. Адададской. На годе адададской. А знаете, что такое ададад? А адад? Ададад. Адад. Я плохо выговариваю это слово, поэтому, может, кто-то мне поможет. Ададад. 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 И означает это очень интересно. Ададад – это проклятие отменено. Ададад – земля, наводящая проклятие. А он остановился не на Ададад, а на Ададад. А что это означает? А это означает, что вот этот день первых плодов – это символизирует, что земля, в которую ты входишь, на которую отменено проклятие. понимаете или нет? Ададад – это символ победы. Через всю Библию ты можешь найти число 17 – это символ победы. Иеремия вознес 17 молитв. И на 17-ю молитву, когда он молился, Бог сказал ему, купи эту землю. Эта земля тоже – это освобождение от проклятия. 32-я глава Иеремии. Это молитва обетованная, молитва услышанная. И данная в молитве – это земля, молитва, которая произвела землю обетованную в твоей жизни. И поэтому сегодня я верю, что этот праздник, не случайно мы празднуем, что Христос первый день после Песока, после Пасхи, Он воскрес из мертвых. И это сегодня день, или не просто день, это земля обетованная, на которой мы сегодня живем, на которой ступили твои ноги. Воздай Богу славу! Интересно, по воскресению Иисуса, когда Иисус воскрес из мертвых, до этого Он был с учениками, Он жил с учениками, Он ходил с ними, кушал с ними, жил с ними, и Он выкладывал их понимание вечности. И что же произошло после воскресения? Давайте с 21 стиха Евангелия от Иоанна, ой, с 21 главы. После того, можете прочитать и 20 до конца, очень интересная глава, и 21. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон, Петр, Фома, называемый Близнец, Нафанаил из Каны Галилейской и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Сколько было людей? Семь. Что это означает всем? Полнота. Что это значит для меня, полнота, семь человек? Это означает, что ты и я, мы в этой группе людей. Полнота. Чтоб всех, тебя не перечислять, полнота. Это прообраз того, что ты здесь был. Нам надо понять отношение Христа после воскресения. Какое отношение Христа не только к Петру и Иоанну Якову, но и к тебе, и ко мне. Не правда ли? Христос воскрес из мертвых. Мы помним, как Он страдал, как Его обичевали, как Его над Ним издевались. Мы об этом сегодня не говорим. Мы говорим, что это все Он претерпел ради тебя и меня. И теперь, когда Он пришел, мы видим в 20 главе, Он не требовал ни покаяния от Петра, ни покаяния от учеников, которые не верили в Его уже воскресенье, которые похоронили Его во веки вечные. И забыли о том, что они когда-то были успешными людьми на этой земле, потому что учитель их мертв, и они не верят в воскресенье. Но Иисус и давно пришел к ним. Почему? Он друг их. И здесь мы видим Иисуса, который представляет себя тому обществу, в котором и мы находимся, в полноте. И как Он себя представляет? Очень красиво. Смотрите. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу, говорят ему, идем и мы с тобой. Пошли это, час вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, интересное слово, дети, оно ласкательное здесь написано, в уменьшительном, ласкательном. Детки, эти детки, бросили евангелизацию, побросали Библии, бросили церковь, стали на свои пути, стали заниматься тем, кто-то за шприц взялся, кто-то за сигарету большую, кто-то пошел огород копать, кто-то рыбу ловить, кто-то пошел деньги зарабатывать, кто-то, 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 кто-то чем-то занимается. Кто-то скандалит дома, он любит скандалить, он достает ближнего своего, то есть каждый занялся своими делами. А Иисус говорит, детки, мне нравится Иисус, мне нравится Иисус. Мы друг от нас даже не можем руку подать другому, не можем даже простить его, мы не можем даже ничего сделать, а он говорит, детки, он говорит, детки, есть ли у вас пища? Пищу хочу, покушать хочу. Отношение Христа к тебе, ты уже на себе крест поставил, ты уже все сказал, я неудачник, я разочетовавший, а воскресший Христос приходит к тебе, говорит, сыночек, сынуля, дотца, независимо от твоих дел, потому что вышел, он показал ему раны, и он говорит, мир вам, посмотрите на мои раны, а что это означает? Мир вам всегда, мои детки, если вы смотрите на мою праведность, потому что раны мои, это оправдание за вас, я сделал работу, которую выполнил за вас, и поэтому мир вам, вот посмотрите на мои раны, детки, детки, посмотрите, слава Иисусу, за его воскресенье, какой он прекрасен, до воскресенья он был классный, после воскресенья он еще прекрасней, и не гнушается, приходит к ним, когда у них проблемы, полные проблемы, можете представить, неудачника Петра, Иисус говорит, один из вас предаст, кушает хлеб, один из вас предаст меня, надо было сказать, двое из вас предаст, предадут меня, потому что я не думаю, что Петр поступил немного лучше, чем Иуда, Петр отрекся, отрекся и отрекся от Иисуса Христа, в самый трудный момент, человек разочарованный, когда Иисуса взяли, когда его били, когда его прибивали ко кресту, когда его сняли с креста, ложили в гроб, Петра не было рядом. Представь себя на месте Петра, просто представь. Но Иисус, Он не помнит, Он не злопамятный, Он не видит в Нем, Он наоборот понимает, что Петру надо было пройти через это. Зачем? Чтобы мог стать рядом с Ним навсегда, навеки. Чтобы то, что было в Нем, оно должно было еще умереть. И Бог позволил этому умереть. Но Петр, кто не понимал мыслей Божьих, и он думал, что Иисус его тоже не любит, ненавидит. И здесь мы видим интересный момент. Детки, «Есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему. «Кризис на дворе? Рыбка вся подохла в Галилейском море, ее здесь нет. Самим нечего кушать? Есть ли у вас покушать? Нет, ничего нету». Аллилуйя! Он же сказал им, «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте». Закиньте сеть по правую сторону. Сегодня я хотел бы сказать вам немного о правой стороне. Есть левая сторона, есть правая сторона. Иисус говорит, «Забросьте по правую сторону». Матфея 25 главе говорит, «Отделит овец от козлов». Овец по правую, козлов по левую. Говорит, «Детки, забросьте по правую сторону». Мы всю ночь трудились. Детки, по левую не надо бросать. А что такая левая сторона? Слышишь, мы всю ночь трудились. Ты нас достал. Зачем мы только связались с Тобою? Так тебе и надо, тебя Бог наказывает. Это мы забрасываем сети по левую сторону. Когда мы так думаем, когда мы так говорим, когда мы обижаемся, когда мы обвиняем кого-то, когда мы в своей, не то, что не признаем в своих проблемах виновным себя, когда мы вместо того, чтобы послушаться глазу Божьему, мы начинаем доверять самим себе, я же знаю, я же знаю, это виновен тот, это вот это, это за это, это вообще будь проклят тот день, когда я связался с тобою. Если бы я не связался, если бы я не встретил тебя, то если бы надо было чуть позже выйти по левую сторону, они забрасывали, ловили всю ночь, ничего не поймали. Это вообще обалденное слово. Это очень хорошо. Смотрите, МИД, когда забрасывает по левую сторону, он вытаскивает проклятие. Церковь, когда забрасывает по левую сторону, она трудилась всю ночь, и ничего, ничего, нас учили, что если мы что-то неправильно делаем, проклятие придет на меня, возмездие придет на меня. Они трудились, а всю ночь ничего. Бог добрый. Иисус добрый. Есть ли в этом зале люди, которые поняли, что Иисус добрый. Аминь. Да, ты трудился целый год, ничего не поймал. Ты казнил, ты бичевал себя, ты просто ненавидишь себя. Ты можешь убить даже себя, но только не Иисус. А Иисус приходит и говорит, сынок, по правую сторону забрось. По правую сторону? А кто-то по правой? Правая сторона, это там, где я. Христос, в Марка 16 глава, предпоследний стих написано, вознесся на небо и что сделал? Воссел, одеснуя, что такое одеснуя? Это правая сторона, одеснуя. А что такое одесница? Правая рука. Правая рука. И он говорит, благосостояние в одеснице его навеки. Твое, сын, благосостояние, благополучие, твое, сын, в правой руке. Это детки, он говорит, по правую сторону, почему мне удобно так, по правую сторону бросить. И они забросили по правую сторону. По правую сторону, когда мы забрасываем свои сети, может быть у нас кризис в семье, может быть у тебя кризис в бизнесе, может быть у тебя кризис в отношениях, может быть со здоровьем кризис, как у них кризис в Галилейском море. Там валом рыбы, но у них кризис. Но забрось свою сеть по правую сторону. Правая сторона вдеснится его. Правая сторона это в деснице Его. Христос, когда воскрес, то Он пришел к ученикам, к ученикам объяснить им, как жить теперь с воскресшим Иисусом. Что теперь им придется забрасывать сеть самим и по правую сторону. Они не могут думать, как думает мир. Они не могут относиться, как относятся к мир, к обстоятельствам, к ситуациям. Потому что когда трудности они должны забросить свои сети. Будь то это Фейсбук, будь то это контакты, будь то это по правую сторону. Понимаете или нет? Какая бы ни была проблема, просто послушай Иисус, забрось по правую сторону. Правая сторона. Это изобилие, это благосостояние. И самое интересное, что написано у нас здесь матка, я хотел бы обратить внимание. Матка, 16 глава. После беседования с ним, с Господом, он вознесся на небо и воссел, одеснуя Бога. Воссел. То есть сел. Правильно? Сел. Где он сел? По правую сторону от Бога Отца. Дима, иди, ты похудей. Я буду Бог, а Он будет Отец, а Он будет Христос. Сын. Правая рука, вот она. Вот правая рука. Воссел. Если бы дали ему скамеечку, как я просил. Ну, ничего страшного. Воссел. А Бог будет стоять. А Бог постоит. Дайте скамеечку. Воссел по правую руку Бога Отца. Почему он воссел? Как вы думаете? Марина говорит, что он все уже сделал. Пять баллов. Все сделал. Он сел не потому, что он был Бог. Потому что он сидел по правую сторону как Бог и встал. Выполнить работу как человек. И вот теперь в Ветхом Завете, пожалуйста, сидим, в Ветхом Завете всегда священники написано никогда не садились. Они постоянно совершали работу стоя. Петра священник если сядет, он сделает грех. По закону это большой грех. Потому что работа, которую делал Петра священник на земле, она никогда не должна была остановиться. Поэтому он никогда не должен был остановиться. и те животные, которые приносили, он только ложился, устал, пошел, где-то лег, пришел, в рясе, стоит там в одежде, он стоит, он не может садиться. В этой одежде Петра священника он не мог садиться. Он только стоял. И теперь что происходило? Помните в Ветхом Завете? Приносили животного, особенно птицу, интересно, приносили голубя, когда голубя, и в руки священника. Вот, Руслан, горлицу приноси мне, священнику. Я брал ее из рук. И по Писанию брал и ощипывал перья. И крылышки надламывал. А перья и бросал в огонь, во внутреннем дворе, чтобы не входить во святое святых. Он ощипывал ее, распаривал брюхо, вытаскивал кишки, выбрасывал, голову откручивал. Все, что плохое, он отбрасывал. Эта работа была Петра священника. И тогда он приносил это на жертвенник. Вот эту горлицу, уже ту, которую ты с удовольствием скушал, он приносил на жертвенник. И это было жертва, приятное благоухание пред Богом. И тогда Бог благословлял этого человека. Теперь же Иисус что сделал? Написано «воссел, однесну я Бога». Правильно? Так написано? Воссел. Вот он воссел. Теперь Руслан приносит свое поклонение. А наше поклонение... Одну минуту, постой. А наше поклонение, оно настолько нечистое. Вот, допустим, когда мы поклоняемся. Мы поем «О, дорогой Иисус!» Я думаю, как же я выгляжу? Как на меня там та смотрит, как тот на меня смотрит. «О, дорогой...» И мы поклоняемся Богу. Понимаете или нет? Кто-то говорит... Ух, как я молодец! Как я эту фишечку сделал! Аллилуйя! Кто-то там стоит и думает, да, какая-то фишечка эта. Ерунда какая-то. Вот я поклоняюсь. Господи! Благословляю! Аллилуйя! И это наши перья, это наши кишки. Это наша нечистота. А что делает Петра священник? Он ходатай. Иисус наш ходатай. И Он наш Петра священник. Петра священник это не тот, который от Бога приносит нам Слово или что нам делать. Петра священник он представляет нас перед Богом. И Христос наш Петра священник. И тебе вот это вот это годлица, которая птичка, которым Аллилуйя! Аллилуйя! И вот он приносит Дима, бери. Ащибывай. Все. И дает мне. Ху-ху! Аллилуйя! О! А что это такое? От кого это? Дуслана? Благословляю! Благословляю! Понимаете или нет? Вот его роль сегодня. Он воссел, одеснуя Бога. Почему воссел? Марина сказала, это Слово Божье говорит, потому что он выполнил работу свою за тебя. Он выполнил. И теперь он сел, занял по праву законное место первого священника. Это в день опресника, это первый плод, затем потянутся хвосты, там, ты, я и апостол Павел, там, все. Все святые. Сон святых. Но он всегда будет первенец. Он первый плод. В Царстве Небесном. Он первенец, Сын. А мы его братья. Понимаете меня или нет? Скажите, благодать. Благодать. Друзья, разве это не благодать? Благодать. Если бы ты знал, если бы ты знал, что как бы ты не был суперпоклонитель, ты все равно нечист. Как бы ты не страдался, как бы ты не припоясывал разум, ты нечист. тебе надо вспороть, кишки выбросить, и это может сделать только наш ходатай Иисус. И потом Он представляет Отцу нашу жертву. И эта жертва благоухания приятна. Почему? Там нет уже какашек, там нету перьев, там нет ничего, там нет понтов, там нет ничего. Это Боже мой, от Руслана благослови, благодать на его, благодать на него. И Руслан потом думал, вот это я поклонился Богу, что Бог меня так благословил. Халилуя! Халилуя! И так мы закрываем небо. Понимаете меня или нет? А если наши глаза созерцают Христа, то, что Он сделал для нас, то, что смерть и воскресение произвело, не только в его жизни, но это в моей жизни. Понимаете? Поаплодируйте Богу за Диму и за Руслана. Ну и чтобы так. Халилуя! Правая сторона. Это изобилие. Поэтому Иисус воссел по правую сторону. Где ты должен занять место в жизни? По правой стороне. Почему? Потому что это место Христа. Это место воскрешенного Иисуса. А почему ты имеешь право на это? Потому что Он левую занял вместо тебя. На кресте. Он занял место козлов. Место тех, кто бодается в жизни. Место тех, кто ненавидит. Место тех, кто не может прощать. Место тех, кто обижается. Место тех, кто наслаждается сплетнями. Место тем, кто клевещет. Место тем, кто убивает. Кто куёт зло в сердце. Он занял место их. Это левая сторона. Поэтому зачем тебя заобращивать в жизни сети на левую сторону? Ты там вытянешь только пустоту. Там нет благословения. Там нет изобилия. Там нет ничего для детей Божьих. По правую сторону. Это твоё место. Законное право. Твоё место. Твоё место. Правая сторона – это его праведность. Это его святость. Это его радость. Это его мир. Это его покой. Это его удовлетворение. Это его наслаждение. Наслаждайся им. Забрасывай по правую сторону. Какой бы ни был кризис той жизни финансовой. Забрасывай по правую сторону. Говори в своём сердце. Я верю, что я не умру с голоду. Я верю, что мои дети будут благословены. Я верю. Бог даст мне работу. Работу изобилия. Я верю, что мой дом будет всегда наполнен изобилием, благословениями. Что благословения в моём доме никогда не прекратятся. Почему? Я забрасываю по правую сторону. Таким образом ты забрасываешь по правую сторону. Не, ну ты сумасшедший. Ты безумный. Откуда? Кто тебе даст? По левую сторону твой сосед забросил. По левую сторону забросил. Что нужно делать? Продолжай по правую сторону бросать. Не обращай внимания. Не переходи на левую сторону. Не обижайся. Не злись на него. Это его участь. Это его выбор. Зачем тебе выбирать то же самое, что и он выбрал? Зачем? Зачем тебе, если весь мир забрасывает по левую сторону? Друзья, посмотрите, как они живут. Даже если есть достаток в доме, ненависть, злоба пожирает их изнутри. Горечь, обида сжирает их изнутри. Вроде бы, имеют счастье наслаждаться жизнью, радуйся. Нет, они не будут наслаждаться. Почему? Потому что у них постоянно по левую сторону. Они не знают о правой стороне. От них это сокрыто. Потому что правая сторона принадлежит детям его. Скажите, я сын правой стороны. Закрытие, я сын правой стороны. Я чадо правой стороны. Аллилуйя. Понимаете или нет? Тебе принадлежит изобилие. Тебе принадлежит процветание. Тебе принадлежит здоровье. И оно с правой стороны всегда болеет. Иисус, почему я болею? Иисус, почему ты меня не исцелишь? Иисус, ну почему? По левой стороне, с левой стороны ты только вытянешь. Ничего не впоймаешь. Он говорит, забросьте по правую сторону и впоймаете. И что не впоймали? Что не впоймали? Давайте почитаем. Смотрите. Смотрите. Они закинули. И уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Не могли вытянуть сети. Кто не могли вытянуть? Всем мужиков. Всем мужиков. Сережа, вот подойди сюда. Пусть на тебя посмотрят люди. Всем вот таких мужиков. Спасибо тебе. Ты оправдан кровью завета. Ты прекрасен. Ты слава Господа на этой земле. Будь всегда по правой стороне. Не позволь, чтобы тебя кто-то перетянул на левую сторону. Будь то мама, папа, теща, 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 жена, внучка, жучка. Не позволь, никому не позволь, никому не позволь. Позволь всегда иметь свободу в своем сердце, чтобы забрасывать по повелению его. И все будет хорошо. Всем мужиков не могли вытянуть. Это вообще обалденно. Но не в этом то, что они не вытянули. Я в другом вижу. То, что здесь написано. Смотрите. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру. Смотрите, насколько важно. Почему Иоанн оставался до конца с Иисусом? У креста, когда все разбежались, стоял один Иоанн. Почему Он стоял? Все разбежались. Почему Он был всегда, везде и во всех страданиях с Иисусом? Знаете почему? Потому что Он не говорит ученик, который любил Иисуса. Он видел, что Иисус любит Его. Любовь, если ты видишь, что любовь Бога к тебе, что ты возлюблен в Боге, что Бог тебя любит, ты в страданиях, ты в лодке, ты всю ночь трудился, ничего не поймал, но твой взгляд все еще на правой стороне. Может быть, ты не забросил все эти по правой стороне, но твой взгляд, Иисус любит меня. Может быть, все уже, да, это Бог разозлился на нас, это Петя из-за тебя, ты похулил Его, ты отвернулся, это вот нам надо тебя выбросить к океану, и тогда, мой, хоть что-нибудь мы поймаем. И ученик, которого любил Иисус, он не слышит. О чем ты думаешь, ты тупица? Не понял, вы ко мне? Я люблю Иисуса, какой Он прекрасен. Ученик, которого любил Иисус. Вот твой взгляд. Вот взгляд правой стороны. И через всю Библию ты увидишь, как Иоанн пишет о себе. Ученик возлежал на груди, которого любил Иисус. Он имел откровение о том, что Иисус любит его. И это называется благодать. Закон, это ты видишь, как ты любишь, и тебе надо доказать, как ты любишь Иисуса. Это закон. И под законом, если ты находишься под законом, то ты получаешь от закона благорасположение. И благодать ты не можешь получить. Понимаете или нет? Но если ты под благодатью, ты видишь, как Он любит тебя. Не важно, ты в Галилейском море. Не важно, всю ночь ты трудился, ничего. Иисус, это что Он пишет? Иисус, ученик, которого любит Иисус. И этот ученик говорит тому Петру. Эй ты, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был нах, и бросился в море. А другие ученики поплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, таща сеть с рыбою за лодкой. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, и на нем лежат, лежащую рыбу и хлеб. Немножко не совсем точно написано, потому что я посмотрел в словаре рыбу, это, во-первых, единственное число. Это единственное, и уменьшительной формы, то есть рыбку. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, и на нем лежащую рыбку. И хлеб тоже единственное уменьшительное, и хлебушек. Не чудо ли это? Потом все мужиков наелись. Не чудо ли? А знаете, о чем это говорит? Что Иисусу не безразличен твой холодильник. Это вот о чем говорит. Что Иисус хочет принимать после воскресения участие в твоей пище. Участие в твоей личной маленькой жизни. Это он хочет, это вот, мы видим здесь. И смотрите, они поймали множество рыбы, но они вышли на... Они рыба была в море, правильно? Они пришли на берег, а там маленькая рыбка. Но у них уже мозги по правую сторону. У них уже мозги там, где сети, по правую сторону. Если бы по левую сторону комсу поджарил, я бы сколько рыбы наловили. Для кого это? Опять зажал. По правую сторону. Иисус, ты любишь меня? Ты для меня кушать... Боже, опять чудо. Я люблю чудеса от тебя. Посмотрим. И смотрите. Разложил огонь, рыбку и хлеб. Иисус говорит им. Принесите рыбу, которую вы теперь поймали. Это вообще чудо. Второе. Первое чудо он сотворил из рыбки и хлеба. Второе чудо. Когда мы забрасываем сети по правую сторону, что происходит? Потому что по правую сторону – это одеснуя его. Это в его присутствии. И когда мы в его присутствии, смотрите, что происходит. Иисус говорит им. Принесите рыбу, которую вы теперь поймали. Симон Петр пошел. Спокойно пошел. И вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами. Шестой стих. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Всем мужиков. Всем мужиков. Всем мужиков. В воде не могут вытащить сеть. Вы знаете, что рыба в воде намного легче? Вы вытаскивали рыбу когда-нибудь, тянули в воде, а потом вам надо на берег вытянуть. На берег надо в два раза сильнее усилия. Всем мужиков не могли вытянуть в лодку. Петр. В присутствии Божьем. Мозги по правую сторону закинуты. Смотрите. Иисус говорит. Кто может принесить рыбу сюда? Петр. С правыми мозгами идет. С левыми никто не сможет это сделать. С левыми мозгами идет один, мне кажется, левой рукой, как Сергей Долина. Берет и вытаскивает не в лодку, а на берег. Когда мы правильно смотрим на Христа, то у нас сила берется. Не духовная, а физическая. Прямо физическая. Ты становишься крепней. Немощь уходит. Сила приходит. Здоровье приходит. А когда ты сидишь и думаешь, размышляешь, мне уже 70. Это нормально, что я не могу встать. Кто же мне надо подумать? Кому я могу пенсию половину перечислить, чтобы мне заботились до старости моей, до глубокой старости? Сети по левую сторону забрашивают. Хорошо, что за милостью Божьей мы хоть проклятие не вытаскиваем. Просто ничего не поймали. Ничего. Поболтали, как словесный понос. Какашек, понос. И болтаем, болтаем, болтаем. Все. Ничего. Дай мне хоть выговориться. Ну так выговорись. Конечно же, тебе надо выговориться. Какашек, понос. Надо выговориться. Иди в духовный туалет. Найди подружку, позвони и поговорите. Покакайте, покакайте словесно. А что он отдаст? Из-за воскресения Иисуса? Ничего. До воскресения полное проклятие. Полный букет проклятия. После воскресения Иисуса Христа. Смотрите, какое благословение. Даже для тех сплетников, клеветников. Можете клеветать. Ничего не получите. Просто ничего. А если по правую сторону пошел и сам вытянул. Какая сила. Какое силище у нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Иисус говорит. Принесите рыбу, которую вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть. Наполненную большими рыбами. Которых было 153. И при таком множестве не порвались сети. Хотя раньше, Матфея в 13 главе, сети порвались. Помните? От множества рыбы. А теперь, когда у них с мозгами. Они послушали Господа. А еще тогда мозги были по левую сторону. Понимаете или нет? Ты можешь слушать, а мозги по левую сторону. Сожалеть. Размышлять. А теперь уже время прошло. Уже воскресший Христос. Уже реальное присутствие Божье. Потому что Он, одеснуя Бога по правую сторону. Сети не рвутся. Вот это чудо. Тогда сети порвались. А теперь еще больше. Тогда могли вытянуть. А теперь не могли вытянуть. И сети не рвутся. И посчитали. Зачем считали, я даже не могу понять. 153. Что означает 153? На иврите вам прочитать, как звучит 153? Аниха Элохим. Аниха Элохим. Аниха Элохим. О, Боже мой, Аниха Элохим. Аниха Элохим. О, Аниха Элохим. О, Бахая, Бахая. Аниха Элохим. Аниха Элохим. Элохим, Аниха. Аниха сто Элохим. Аниха Элохим. А вы знаете, у евреев нету цифр. У них буквы. У них буквы. И 153 звучит «Аниха Элохим». «Я есм Элохим». Если перевести его из цифр на буквы, это звучит одинаково. «Я есм Элохим». Они вытаскивают сети. Он стоит на берегу. И они удивлены, как это Петр вытащил. А ну-ка, один, два, три, 153. «Аниха Элохим». «Элохим». 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 Так сколько вас, элохимов? «Аниха Элохим». Понимаете меня или нет? Бог. Несет ответ. В его присутствии. Когда ты забрасываешь сети, в его присутствии, по правую сторону, ты находишь ответ. Там чудеса. Там просветание. Там изобилие. Там все, в чем ты нуждаешь. Дитё Божье. Дитё Божье. И поэтому для евреев было настолько понятно, 153, не 154, не 152, 153. «Аниха Элохим». Скажи «Аниха Элохим» в мою жизнь. Я верю, что это моё место. «Аниха Элохим». Аллилуйя. Аллилуйя. Я есть Малахим. Я есть Бог. На самом деле, мы видим, что по воскресению Господа нашего Иисуса Христа, Бог желает быть в наших близких, маленьких отношениях во всём. Во всём, везде и всегда. Ему небезразлична твоя и моя судьба. И Он умер лишь только по одной причине. Или по-другому можно сказать. И Он занял лишь твоё место с левой стороны. Место козла. 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 Место козла. Место с левой стороны. Занял место тебя. Чтобы мы заняли место с правой стороны. Аминь. Аллилуйя. Римлянам 8 глава, 35 по 39 стих. Вы найдёте 17 врагов. Где Павел говорит, кто отлучит вас от любви Божьей. И он перечисляет 17 врагов. Ты можешь дома почитать, увидеть. Скот, теснота, гонение. Говорит. Ангелы. Или какая-то сила. Или какая-то другая тварь. И дьявола там. Тварь называет. И какая-то другая тварь. Не сможет отделить тебя от любви Божьей. Почему? Потому что это число победы. 17. 17. 17-го Ниссана. 17-го седьмого месяца. Иисус воскрес. Иисус воскрес. Почему у нас сегодня так непонятно когда? Потому что евреи до сегодняшнего дня используют лунный календарь. Мы живем по солнечному календарю. Поэтому разница. Там меняется в зависимости от полнолуния. Все там сверяется. Здесь идет такая религиозная шкала. Там до сегодняшнего дня жизнь кипит даже в числах. Аллилуйя. Иисус. Я люблю тебя. Ты мой Элохим. Ты мой заступник. Ты мой Хадатай. Ты мое оправдание. Я люблю тебя. И я из-за тебя достигну больших высот на этой земле. Я буду процветать. Я не буду болеть. Даже если я заболею. Я никогда не буду забрасывать по левую сторону сеть. Я всегда буду забрасывать по правую сторону. Я буду исповедовать. Я буду говорить, что я свободен. Как тот полковник, который находился в темнице. Но уже Америка победила. Я знаю, что ты мой победитель. И даже если дьявол будет обманывать меня. И удерживать в плену. Я буду исповедовать. И я знаю, что проблемы уйдут. Потому что ты воскрес из мертвых. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аллилуйя. Воздайте славу Богу. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу!